В последнее время в России часто встречаются попытки граждан взять в свои руки предоставление государственных услуг. Примерами могут служить участие людей в ликвидации последствий стихийных бедствий, возведение заборов вокруг жилых домов, когда люди берут на себя ответственность за безопасность, ремонт собственными силами дорог, мостов и тому подобное. Я бы хотел поговорить о том, как относиться к этому явлению и вообще о том, где проходит граница разделения труда между обществом и государством. Задача государства в экономике состоит в том, чтобы предотвращать беспорядок. Беспорядок возникает всякий раз, когда люди, предприятия, экономические агенты преследуя собственную выгоду, не принимают или недостаточно принимают во внимание последствия своих действий для общества. И в результате возникает разрыв между личной выгодой и общественной пользой. Причем общественную пользу не следует понимать абстрактно, как некоторую категорию, не связанную с благополучием индивиду. Общественная польза — это сумма в некотором метафорическом смысле благополучия всех членов общества. А всякий раз, когда действуя в собственных интересах, вы наносите ущерб интересам общества, возникает то, что экономисты называют провалами рынка. И задача государства и состоит в предотвращении по возможности ликвидации провалов рынка. Из наиболее известных примеров провалов рынка — это общественные блага. Благо называются общественными в том случае, когда они могут потребляться многими участниками без ущерба друг для друга. Хорошо известный пример общественных благ — это чистый воздух, это безопасность, национальная оборона, инфраструктура, аудио и телепрограммы и т.п. Если общественные блага финансируются за счет частных вкладов, то, как правило, это финансирование оказывается недостаточным, поскольку здесь возникает хорошо известная проблема безбилетника. Именно по этой причине государство берет на себя ответственность за создание общественных благ и собирает для этого налоги, причем делает это в принудительном порядке. Таким образом, государственное присутствие в нашей жизни связано с принуждением, для которого в государстве есть ресурсы и конституционные полномочия. Однако же давно было замечено, что во многих ситуациях люди могут заменить государство, просто договорившись друг с другом о том, что они будут действовать не только в собственных, но и в коллективных интересах. Впервые, пожалуй, отчетливо на это обратил внимание знаменитый экономист Рональд Коуз и сформулировал на свой знаменитый результат, который с тех пор так и называется теорема Коуза. Это, собственно, тривиальное утверждение. Состоит оно в том, что если добившие действовать сообща, люди могут добиться более высоких результатов, то ровно это они и сделают, поскольку это будет в их интересах, поскольку им это будет выгодно. Однако реализация такой возможности, реализация теоремы Коуза очень сильно зависит от способности людей действовать сообща, от того, насколько они договороспособны, от того, насколько они уважают интересы друг друга, от того, насколько они доверяют друг другу, насколько легко они могут общаться друг с другом и так далее. Способность людей действовать совместно ради общей цели в литературе известна под названием социального капитала. Таким образом, мы можем предположить, что в обществе, где много социального капитала, будет меньше потребность к государственному вмешательству, поскольку проблемы, которые решает государство, за которые отвечает государство, люди могут попытаться решить собственными силами в рамках того, что иногда называется гражданским обществом. Если эта гипотеза верна, то тогда мы можем измерить запасы социального капитала в разных странах мира, например, и посмотреть, как они связаны с масштабами государственного присутствия экономики, например, доли государственного бюджета в национальном доходе. И выясняется, что эта гипотеза не подтверждается. Например, от того, что в скандинавских странах, с одной стороны, возможно, самый высокий в мире запас социального капитала, и в то же время в этих странах мы наблюдаем государство общественного благосостояния с высокими налогами, значительным массовым перераспределением национального продукта через госбюджет. Таким образом, очевидно, связь выглядит немножко сложнее. Для того, чтобы понять природу этой связи, мы должны поговорить о разных типах социального капитала. Помимо горизонтального, низового социального капитала, о котором я говорил, который как раз и используется в тех случаях, когда совместными силами нужно решить какую-то конкретную проблему, имеет смысл обратить внимание на еще одну разновидность социального капитала, известную под названием гражданской культуры. Гражданская культура — это способность общества обеспечить подотчетность и эффективность государства. Способность общества качественно, грамотно, компетентно, квалифицированно реализовать возможности, которые людям дает демократическая форма государственного устройства. Общества наделены такой способностью по-разному, и это во многом объясняет успехи, неудачи и демократии в современном мире. В отсутствие гражданской культуры демократия оказывается не более чем фасадом, фикцией, а и государству в таком случае недостаточно подотчетно. Если мы попытаемся уточнить, что имеется в виду под гражданской культурой, то это, во-первых, опыт участия людей в политической жизни, это их уверенность в том, что они могут повлиять на принятие государственных и общественных решений, ну и наконец, но не в последнюю очередь, это чувство ответственности, не только за то, что происходит с человеком, не только за то, что происходит с его семьей и близким кругом, но и за то, что происходит с городом, с регионом, с государством. Все это вместе взятое называется гражданской культурой. При недостатке гражданской культуры государство и люди, воплощающие и представляющие государство, не чувствуют свою подотчетность перед обществом и, как правило, недостаточно эффективно исполняют свои обязанности. С неэффективным государством, особенно на муниципальном и местном уровне, россияне сталкиваются достаточно часто и по-разному реагируют на проблемы, которые неэффективность, например, городских властей создает в их жизни. Я уже упомянул примеры, когда люди берут решение проблем в свои руки, сбрасываются, скидываются, объединяются, находят друг друга в социальных сетях и пытаются совместными силами решить эти проблемы, будь то, как я уже говорил, борьба со стихийными детствами, разрушающиеся дороги, помощь больным и так далее и тому подобное. У меня есть несколько примеров жемчужины моей коллекции. Это история с мостом через реку Шарья в Костромской области. На одном из берегов этой реки расположен одноименный город, мост, который соединяет город с большой землей. За многие годы пришел в упадок, разрушился, оказался непригодным. Городские власти сказали, что неспособны этот мост отремонтировать, сославшись на нехватку средств в городском бюджете. Тогда местные бизнесмены, объединившись, сделали это сами. Причем сделали быстро, эффективно и гораздо дешевле, чем того, чтобы это обошлось, если бы эту же задачу решали городские власти. Вопрос в том, как относиться к такого рода инициативам, следует ли им восхищаться, следует ли им радоваться, или следует относиться к ним с некоторым сомнением. Чтобы ответить на этот вопрос, вначале немножко о том, как общество ведение смотрит на эти проблемы. Я бы хотел обратить внимание в этой связи на знаменитую метафору американского политолога Альберта Хиршмана, который противопоставил два способа реакции людей на проблемы их жизни. Первый способ — это голос. Если в организации, в которой вы находитесь, вас что-то не устраивает, то вы можете воспользоваться процедурами принятия решений, демократическими процедурами и возвысить свой голос против того, что происходит, потребовать решения проблем. Вторая возможность — это уход, экзит. Исходя из того, что ваш голос ничего не изменит, вы просто уходите из проблемы, просто находите решения, которые не связаны с использованием существующих для этого процедур. Американский экономист Грейф и итальянец Табеллини сформулировали, мне кажется, очень полезную метафору. Они проводят различия между городом и кланом. Город — это не просто город, город — любая официальная политическая единица, город — может быть государство. И в этом случае горожане являются гражданами. Если горожане чувствуют, что они лояльны городу, что город действует в их интересах, то они следят за тем, чтобы город функционировал эффективно и контролируют работу города. Если горожане не верят в город, они перестают быть гражданами, тогда они обращаются к помощи кланов. А кланы — это неформальные сети, и люди ищут решение проблем в неформальных сетях. Возвращаясь к российским попыткам нащупать границу между обществом и государством, личными инициативами, пожалуй, первым делом все-таки следует обратить внимание на то, что в современном обществе, в современном государстве, в современном мире государственные услуги более эффективно предоставляется профессионалами. А сколько бы ни были отважные люди, которые пытаются тушить лишние пожары, они никогда не справятся с этим бедствием лучше, чем специально подготовленная служба, которая должным образом экипирована, обучена, в которой есть самолеты, спутниковое телевидение, современные средства пожаротушения и так далее. Если речь идет об охране и правопорядка, то полицейские часто говорят, не стройте себя глупого героя, поручите борьбу с преступностью нам. Опять-таки лучше поручать такие вещи профессионалам. Но помимо этого, я хотел бы обратить внимание еще на один достаточно важный аспект этой проблемы, который был исследован мной и с моим коллегой Ринатом Миняшевым. Дело в том, что у частных инициатив по решению общественных проблем, например, строительство моста через реку Шарья или возведение ограды вокруг вашего жилого дома, есть теневая сторона. И теневая сторона состоит в том, что у бюрократов, которые отвечают за предоставление этих услуг, возникает чувство самоуспокоенности. Еще сильнее, еще больше слабевает стимулы эффективно исполнять свою обязанность перед обществом. Они исходят из того, что люди так или иначе сделают сами. С учетом этого обстоятельства, мы можем выдвинуть гипотезу о том, что такого рода инициативы отрицательны, по крайней мере, в некоторых случаях сказываются на общественном благосостоянии. Наш анализ и теоретический, и эмпирический, где использовались данные по нескольким сотням российских городов, данный вывод полностью подтверждает. Я должен еще заметить, что власти очень часто охотно поддерживают инициативы граждан по решению такого рода проблем. Пример можно найти в городе Москве, где городские власти на самом деле субсидируют, финансируют возведение заборов вокруг жилых домов, установку шлагбаумов, при том, что это крайне неэффективный способ борьбы с преступностью. Почему он неэффективен, экономист легко поймет, потому что вы выталкиваете преступность за пределы своего микрорайона, за пределы своего коттеджного поселка, ваши соседи делают то же самое, и в итоге расходы на предотвращение преступности оказываются более высокими, чем они были бы в том случае, когда в городе существует просто эффективная полицейская служба. Эти примеры можно множить, и мне кажется, для российского общества важно понимать, что частные инициативы, которые компенсируют недоработки государства, они имеют ограниченную применимость, и нельзя на них полагаться полностью, если мы хотим видеть наши города эффективными, безопасными, благополучными и создающими хорошие условия для жизни граждан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok